Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вера, Надежда, Любовь и Матерь София. Кто знает жития святых? Поднимите руки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо. В ликере начни. Вера, Надежда, Любовь, остальные продолжат. Так, хочу замечание маленькое сделать. Если вы спрашиваете, один руку поднял, остальные сидели, держали, держали, опустили. Вы будьте внимательны ко всем. Второй раз будет неинтересно поднимать руку. Они поднимали, поднимали, поднимали. На стол-то доставьте. Так, пожалуйста. Так, вера, Надежда, Любовь, Матерь София. Кто начнет? Поднимите руки. Начинай. Они были благочестивые. И подняли просто молитву. Даже иногда не спали ночами. И обувь благочестивые. Даже по всему Риму разнесся. И Антиох про них узнал. Это во время какого царя было? Жестокого гонителя. Как его звали? Адриан. Как? Адриан. Жестокий гонитель это был. Диоклетиан. Андриан. Андриан. Так, поднимите текстуру. Это спроса исправить. Во время какого самого жестокого гонителя жили верно быть до Любови Матерь София? Ну-ка, Ксюша. Не помнишь? Так, вы же те святых вообще не читаете, что ли? А? Так, ну продолжи. Дальше. Что произошло с этими девочками? И мать их София. Слушайте внимательно. Так, пожалуйста. Когда узнал жестокий этот царь, гонитель христиан, то что произошло с ними? Он представил их перед собой. Так. Потом послал их к женщине по ладе. Рассказывай, расскажи, быстрее, быстрее, быстрее рассказывай. Время идет. Ну дальше уже помню. Вот тебе раз. Так, кто дальше помнит рассказать быстренько? Рассказывай, ты поднимала руку, что житие. Я на деду Любовь знаю, да? Забыла тоже. Так, к следующему занятию обязательно повторите житие святых. Для нас это необходимо. Чтобы быть, с кого брать пример. Обязательно повторите их. Договорили житие? Мы же читали с вами на прошлых занятиях. Все равно были занятия в прошлый раз. В прошлом году мы повторяли житие святых. Вера, Надежда, Любовь и мать София. Ты даже песенку выучила про них. Как их мучили? Расскажи. Ну, скорее рассказывай. Я была, давай лучше, папа. Так хорошо рассказывала, она не хочет рассказать. Я забыла. Как же ты могла забыть? За одну ночь, да? Забыла. Так, все. Дети, сегодня какой у нас день? Пасхальный. Пасхальный день, воскресенье, правильно. Уже 22-го, когда в среду, будет при половине. То есть половина Пасхи проходит уже. Как мы проводим это время? Как проводим это время пасхальные дни? Читаем ли мы Евангелие? Читаю. Я читаю. Читаем ли вы Евангелие? Жития святых, значит, не прочитали. Ну, а кто жития святых читал? Пусть не вера, Надежда, Любовь. А другие, какие жития, кто знает? Расскажите, пожалуйста. Мне братка много рассказал. Кто знает? Мне братка много рассказал. У меня такие большие книжки есть. На верхней полке. Какие жития знаешь еще? Про кого? Ты приучи ее, чтобы она сидела, не падали на стол. Сядьте прямо. Она на уроках так же будет. Ее задолбят в школе. Ты сядь прямо. Это занятия ей идут. Сейчас молиться начнет. Она всех подряд щепит и не дает никому молиться. Она вчера вечером сильно каялась и плакала в этом, что она так плохо себя ведет. Говорит, сегодня буду вести. Не надо в ответ эти слова говорить. А ведешь себя опять так же. Сколько цветов погубило. Ягод не будет. Все потоптала тут. Так. Сегодня повторим еще те, что вам задавала Надежда Александровна. Надо наизусть выучить. Она сейчас подойдет, продолжит занятие. Просто ее нет пока. Она задерживается. Что вы выучили? Фросенька, что выучили? То ли вы не занимаетесь совсем, что ни одного стиха не знаете, да? Наизусть, что было задано на дом? Ничего. Ничего, да? А на прошлых занятиях что вы знали? Что задавали? Тараси. Тогда так повторим. Стихи наизусть, расскажите, пожалуйста, кто знает, Валичка. Еще не надо. Просто держать руку за сон. Случайно не нужно. Так, Лера. Как я знаю стихи наизусть, расскажите, повторим сейчас. Как хорошо и как приятно жить, братьям вместе. Псалонство, третий братьям. Это как Ильей. И дальше. Это как Ильей, стекающий на бороду Аронова. Бороду, бороду Аронова. Хорошо. Кто еще? Левее. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Лукашев из Тридцати. Погромче только, говорите, пожалуйста, Фруссер. И вот так вот. Оставляющий отца, то, что благохудник и пропит от Господа, задрожающий мать свою. Серафа, 3,16. Так, пожалуйста, Полет. На семь камней я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Матфея, 16,20. Так, хорошо, Тараси. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И она, Тараси, 16,20. Шесть и семь? Лукашев. Быстро реагируй, и кто говорит, сразу на минуту. И ты можешь приближать даже. Тогда Тихон учу слово, пожалуйста. Я отношу слово. Да. Вы ходоучите, и видно, что выдавливаете из них. Им это надо или не надо. Вот я гляжу, выражение лица все показывает. Труд, закрывай ладошку вот так вот. А почему? Вопрос. Говорится о вечности. У них понятие о вечности какое. Вот я приехал к сестре, а у ней сынишка, но я не знаю, с кого сказать. Он, может быть, с девочкой вот эту. Я говорить начал о том, что надо приготовиться к смерти. Он, а я не умру никогда. Он не умрет никогда. И только поговорил, и с печки упал, и заревел. Так ты мой головой ударишься, рядом бедро стояло, висок проломило, и сразу ты умер. Это удар самый сильный висок. Я никогда не умру. В Святой Библии написано, помни последнее твое, и никогда не согрешишь вовек. То есть последний день твоей жизни. Памятование от смерти, это самое высшее лекарство. Другого нет. Я сейчас умру. Вот сейчас я пошутнулся. Тромб какой-то там, кровь свернулась, а сосуд мозговой никуда не проталкивать его. И сразу инсульт, упал, умер. Умереть так просто. Многие ложатся спать. Нормальный человек, не болел. Утром смотрят, он мертвый. Брежнев так умер. Во-первых, секретарь, генеральный, его бы там могли как-то... Никак. Смерть, никого не спрашивай. Часовых отодвинуло. Не смотришь, что кремлевская квартира. Зашла за горло и выкинула. Все, душа пошла по мытарствам. Помни последнее твое. Помни, сядь прямо, уже говорил. Все время тебя куда-то ломает какая-то сила. Тебя если бы в японскую школу отдать, тебе бы, говорится, руки не посыхали. Они учат по-серьезному. Я говорю по токарщику у меня. Вот так вот руки. Все до одной сидят на стол. Вот положите так руки. Правая сверху. И никуда не шевелить. Не клоняться. Попробуй. Правая рука сверху. Правая рука сверху. Смотри, как напротив. Она не слышит. Ты же видишь, как люди делают. Посмотри. Вот так сидят. Ни один не сдвинется. Одному негде оказалось. Ни один не сдвинется. В течение урока. Поднять руку, она еще учительница видит. А здесь так стреляют друг друга бумажками там, как угодно. Первое. То, что ты не знаешь, как родился человек. Не знаешь. Тебе рассказали, как. Какой день был. У кого-то есть родители, у кого-то нет. Ты не знаешь, и как умрешь. Вот город Иркутс. Большой город. Над ними трасса самолетов. Это привыкли ко всем. Прогудело, село, село. Рядом дорога. Надолбили эти такие, называют, лежащие полицейские. Машины останавливаются. Дети в безопасности. Воспитательница вывела всех детей. Ну и прошли куда-то они на прогулку или куда. Никто ничего не знает. Дети-то все здоровые, все крепкие. Врачи наблюдают, кормят, дают, что надо. И приводит она их. Только они вошли. И в это время крушение самолета. И самолет падает прямо на детский дом. А учительница, воспитательница, она вышла куда-то. Это все в газетах показывает. Это наш город. Это не в Японии было. Все до одного сгорели. Сколько слез. Я зачем пришла так раньше? Я могла бы задержаться с детьми. Она была, допустим. Посмотреть прекрасный мост через Обь. Ну у них там своя река. И она теперь ходит одна. Повернись сюда. Фаня, отступи быстро. Повернись сюда. Сидите сюда. Быстро реагирует. Это не просто работа. Представь себе, какие у нее переживания. И показывает, она как будто бы потеряла ребенка своего. Она детей всех знала. Знала имена, знала родителей. Родители позвонили. Выбирать. А кого выбирать? Головешки лежат. Никто не знает, как у ребенка. А хоть ребенка осталось, может, там горсть пепла. У него с собой-то там десятки тонн горючего бензина. Это не солярка. Все вспыхло, рвануло. И не знаю, где чего искать. А мой ребенок здесь был. А даже похоронить некого. Надо помнить об этом. И тогда ты будешь готовиться. Ты здесь жил. Она все время беспокоится. Они очень похожи. Никуда рукой не шевелить. Сядь прямо. Не наклоняйся. А руки положи. И так все, больше ничего не надо. Если далеко, приблизься. Вот как учить надо. Сейчас. Слово Божие касается тебя. Ты умер за гробом. Покаяния нет. За гробом покаяния нет. Ты сегодня не хочешь в храм идти. А что я пойду? Да мало ли какие у тебя переживания. Я же вижу и по настроению. Как видите. Это твой выбор. Пока родители тебя держат. При первой возможности ты это сбросишь. Но ты еще не знаешь, что там будет. Ты потеряешь звание человека. У нас есть в общине люди. Я их сейчас сегодня не вижу просто. Были дети их в лагере. И они никакие. Они стоят просто вот такие, как вареные на службе. Где обе ушли в мир. Где ни семьи, ничего нет. А просто так. Нехорошую букву называется. Болтается это. И мать ничего не может сделать. А что я сделаю? Потому что родители другой неверующий. Нам слово Библии никто не говорил. Я его не слышал. Мама только сказала одно. Одно. Будет суд Божий. И она где-то слышала эту фразу. И передала нам. Бог говорит терплю до конца. А буду мучить без конца. В Библии нет этого выражения. Но смысл этот есть. То есть. Господь говорит не вечно. Духу моему быть пренебрегаемым. И дальше говорится. Перед потопом. Вдруг потоп. И вся земля исчезла. Только восемь человек на кораблике шатаются. И те. На волнах ничего не знают. Год. Ни одного человека на земле не осталось. Ни одного животного. Которые вообще были взяты. А ждали люди. Они смеялись над дно им. Когда он говорил. Ну как это вода потопит. Да у нас тут. Оп. Намного ниже. А вода сразу поднялась. Не на один. Метр. Не на два. А на 17 километров. Допустим. Откуда вода взялась. Тебе не надо догадать. Господь говорит. Сорок дней лил дождь. А потом открылись хляби небесные. Под землей океаны воды. На водах утвердил землю. Это нам Библия говорит. На водах. Где бы ни копал колодец. Мало. Глубина или большая. Сразу находят жилы. Вся земля пронизана жилами. Как вот проводами где. Воды. А там дальше никто не знает. Океаны. Самая глубокая скважина. Допустим. Я не знаю. 8-10 километров. Больше нету. Ну. Не земля-то. Не 8 километров. Что внутри только догадывается. А ты знай. Что тебе придется умирать. Мама ничего не сказала. Сионер не вступайте. Иначе тебя сатана потащит за гаврю. По-своему. Не учитесь плясать. Иначе на вогненных гвоздях будешь плясать. Она по-своему объясняла. Это был страх. У нас школа. Ну. Где потеряет кто-то был. Вы знаете. Там возле батюшки Низина и туда дальше. Возле озера. А мы жили там где сейчас собираемся мы. Большая перемена. Это кажется 15 минут была. И мы со всех ног бежали. Чтобы напиться воды. Мама сказала. Там пить нельзя. Почему нельзя? Ну. Потому что там люди неверующие. Она не знала ничего. Иконы только были. Псалтрей на Сарковной Славянской. И мы со всех ног бежали. Выпил стакан. Воды напился. Опять в школу. Я пока бегу. С меня потом сошло. И стакана нет. Десять лет проучился в школе. В других деревнях. Где у нас только 4 класса было. И ни разу нигде не напились. Срах был такой. Мама сказала. Ну как же я против-то? Вы в другом поколении живете. Мама и отец у нас вдвоем. Они полкласса не кончили. А у отца еще и руки не было с фронта. Вот так вот. И мы на поле выросли. В природе. И памятование о смерти постоянно было. Вот про такую поварку. Мы увидели, как у соседа сдохла корова. И он пришел домой и плакал. Ают. Выходит, и я умру. Вот. Есть житие такое святого Иосафа Варлаама. Царь решил воспитать его как следует. А ему эти представители сказали, которые знают. Ему нельзя свет видеть. Это надо где-то подземное сделать. Такое там солнечный свет. Он ослепнет. А до какого возраста? До 14 лет. И 14 лет ему там такая обстановка. Он даже и не знал, что мир такой существует. И когда он первый раз увидел больного, он говорит, а это что? Ну, человек больной. А он как? Будет как выходить? Нет, не может. Она потом умрет. А что такое умрет? У него, которые были с ним там, которые там разбегали, ухаживали. А они все молодые. Как заболел, он сразу убирает. И он так и думал, что люди бессмертные. И он сразу вопрос задал. Это умрут, это как? Ну, он так лежать будет, зароет. Сказали ему. Я тоже умру. И ты умрешь. Все. Что у него было? Богатство. Он царский сын. Ничего не надо. Он пришел и плакал, и плакал. И нашелся человек, который проник в царский дом и рассказал о Христе. Есть воскресение из мертвых и новая жизнь. И он посвятил себя этому. Житье Варлама и Асапа. У нас в деревне сейчас Варлам есть даже ребенок. Слышали? Варлама и Асапа. Научить их терпению. Сидеть надо. Кто руки оставил так вот? Два человека может быть. Уже устали. Человека. Помни день смерти. А что помни? Всем надлежит умереть. А потом суд 9.28. Послание к евреям. Вот об этом непрерывно. В раю еще никто не согрешил. И Господь говорит, не вкушай. Смертью умрешь. Ну а как без смерти? Смерть и смерть. Два раза повторилось-то. Смертью умрешь. Уже в раю прозвучало. И в конце в Библии написано, и смерть я отброшен в озеро Удина. Там смерти не будет, ни воздыхания. Мы желаем быть с Господом. Полюбить. Не просто я эгонист такой, мне в рай надо. Я с Господом хочу. Вот представь себе. Решила невеста выйти замуж. Все сосватывалось. Все надо. Ее привезли. Она ходит. Все осмотрели. Вот это вот богатство, вот это дворцы. Это все его. Это все твое будет. Она походила. А где он? Кто? Уже нет. А его здесь нет. Нет, а зачем тогда мне все это? Она повернулась и везите меня домой. Я выходил не за дворцы, не за жеребцов, не за машины. Так и мы. Царство Небесное – это Христос. Если ты со Христом, значит для тебя все тогда открыто. Полюбите Христа, который сотворил этот мир. Который все нам дал, чтобы мы памятовали о смерти. Вот когда балуешься, то бегаешь. Жена о смерти совсем не думает. Умрешь сегодня. Все сразу опустилось. Это как? Скорее примирись со всеми. Примирись и хоть какое-то доброе дело сделай. Вы поняли, что я договорил? Иначе это будет поздно. И невозвратно поздно. Там за гробом может быть Царство Небесное, но пострадать за Христа только в этой жизни. Благодарю. Спасибо, Христос. Придите по-моему. Благодарим тебя, Христос, всех твоих благодушных. За все твои милости, за научения, за наставления. Слава тебе, Господи. Помоги нам исполнить твою волю, как должно. Помоги, даруй нам любви к тебе и к слову твоему. Даруй нам ревности, как должно, чтобы мы были и здесь с тобой, и в вечности. И слава тебе за все, Отец его святой. Аминь. Так, нам там слышали, что за дарья твоя? Да? Жития святых, что... Ты этого возьми с собой рядом, не отпускай ни на шаг. Она не стоит. Бесполезно говорить. А расходить не можешь? Держи за руку ее. Давай сюда. Ни на шаг не отходи. Иначе у нас ты уже не будешь. Ну почему? С одним человеком все время возятся, и от вас зависит. А когда меня она стоит, нормально. Иначе у нас будет. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня.